ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК РОССИИ Уже несколько месяцев нашим военным удается поддерживать в регионе хрупкий мир. Но ситуацию резко осложняют обстрелы и захваты заложников. Разведке ВДВ удалось выяснить, что провокации организованы СЕРОМ, главарем крупного банкформирования. По данным МВД, СЕРОЙ, он же Руслан Иконников, начинал свою бандитскую карьеру с нападения на водителей дальнобойщиков. Был осужден, но бежал из тюрьмы, убив двух охранников. После побега появлялся в нескольких горячих точках на территории бывшего СССР. Какими бы идеями или политическими целями не прикрывался СЕРОЙ, его интересовала только возможность легкой наживы в условиях войны. На его совести многочисленные убийства мирных жителей. Ситуация еще больше обостряется после нападения банды СЕРО на колонну миротворческих сил, доставлявшую продукты в отдаленные села. Преступники блокировали машины и открыли огонь по солдатам-миротворцам, сопровождавшим груз. Когда к месту засады подоспела подмога, перестрелка уже закончилась. Большинство бойцов были убиты. Остальных бандиты увели с собой, заставив нести на себе награбленное продовольствие. Руководство в Москве, получив эту информацию, ставит задачу миротворческим силам немедленно принять меры к освобождению заложников и стабилизировать ситуацию в регионе. На экстренном совещании в регионе создается оперативный штаб для поиска и освобождения захваченных плен миротворцев. Руководство операции поручено офицеру разведотдела подполковнику Николаю Колобову. В его подчинение передается разведгруппа ВДВ под командованием капитана Павла Орлова. Через несколько дней командир одного из постов миротворцев сообщает Колобову, что к ним обратилась местная жительница. Она утверждает, что у нее есть информация о банде Серова. Выехав на блокпост, Колобов встречается с женщиной. Она сообщает, что ее брат Алик находится в банде Серова и уже давно задумал сдаться миротворцам. После того, как одна из групп банды напала на его родную деревню, Алик принял окончательное решение. Вчера он попросил сестру связаться с командованием и передать, что Серый готовит нападение на колонну с представителями военных наблюдателей. Алик узнал это, подслушав по рации переговоры старшего своей группы с Серым. Нападение должно произойти возле села Ровное. Также он просил передать позывной Серого, Урун. Поблагодарив женщину, подполковник возвращается в штаб и срочно собирает офицеров на оперативное совещание. С одной стороны, это может быть уловка Серого. Но с другой, через двое суток в районе Ровного, действительно должна пройти колонна военных наблюдателей. Если бандит не врет, у командования есть шанс взять Серого и освободить заложников-миротворцев. Вместе с офицерами Колобов начинают прорабатывать различные варианты операции. За позывным Серого начинает следить служба радиоразведки. Учитывая, что о наших перемещениях могли знать только на базе миротворцев, стало ясно, что среди наших у Серого есть свой человек. И стало понятно, почему бандиты так точно знали время и место перемещения нашего конвоя с продуктами. Это очень усложнило нашу работу и пришлось соблюдать конспирацию даже среди своих. По приказу Колобова, группа Орлова выдвигается в район села Ровное для организации засады в предполагаемом месте нападения бандитов на военных наблюдателей. В районе села Ровное группа Орлова обнаруживают устроенную бандитами засаду. Подполковник запрашивает, есть ли возможность взять бандитов в плен. Нет, живыми взять не получится. По фронту не менее 150 метров, очень растянуто. На срочном совещании в штабе принимается решение не отменять выход колонны, так как задача разведчиков выйти на бандитов, а через них на захваченных миротворцев. Подполковник отдает приказ при приближении колонны группе Орлова нанести упреждающий удар по бандитам. Далее десантников поддержит бронетехника и бойцы, сопровождающие военных наблюдателей. Замысел командования оказывается удачным. Через некоторое время Орлов получает информацию, что бронетехника на исходных позициях. Можно работать. Разведчики открывают огонь по засаде бандитов. Бандиты несут большие потери. Те, кто остался цел, беспорядочно отступают. Осматривая тела уничтоженных преступников, десантники обнаруживают, что один из них жив. Стоять! Сюда! Сюда, быстрее! Автомат берем! Жаль! Жаль! Жаль не дергаться! Автомат, варь! Живы! Ко мне! Это брат Серова. Заткнижу! Антон. Руки засткнижу! Он контужен. Сверен! Серова среди погибших нет. Твою шууу! Ты меня принимаешь, да? Показывай! Как только Антон приходит в себя, десантники начинают допрос. Показывай район. Вот, молодец, молодец! Давай, давай! Наиболее ценные сведения о дислокации банды. Сделай хоть доброе дело перед смертью, гад! Одновременно в штабе распространяется ложная информация, что никого из бандитов не удалось взять живым. Есть шанс, что узнав об этом от своего информатора, банда Серова не снимется с обжитых мест. Колобов приказывает группе Орлова приступить к поиску баз банды Серова. Вполне возможно, что это выведет спецназовцев на захваченных в плен миротворцев. Судя по показаниям Антона, банду Серый собирал непосредственно перед нападением. В остальное время она была разделена на несколько групп и связь держали только командиры между собой. Рядовые солдаты не знали ни где находятся остальные группы, ни задачи, какие они должны выполнять. Это наводило на мысль то, что основной костяк банды не имел достаточной подготовки. То есть люди не готовились заранее к чему-то, не были готовы к выполнению задач. И в основном это были люди с уголовным прошлым. Мягко говоря, люди неадекватные. Подполковник Колобов решает войти в контакт с Аликом, человеком из банды Серого, который через свою сестру предупредил о нападении на колонну с военными наблюдателями. Его сведения оказались правдивыми. Это отчасти подтверждало искренность его намерений сдаться миротворцам. Один из офицеров разведки находит сестру Алика и передает через нее предложение встретиться. Место и время должен назначить сам бандит. Двое суток группа Орлова пытается обнаружить Серого и его людей на стоянках, которые указал брат-главаря. Но все говорит о том, что старые базы покинуты. В штаб к Колобову опять приходит сестра Алика. Она сообщает место и время встречи с братом. Колобов связывается с группой Орлова и приказывает, изменив маршрут, выдвинуться к месту назначенной встречи. Подполковник по-прежнему не очень доверяет новому союзнику. Спецназовцы проверяют район встречи с информатором. Все чисто. Вскоре туда прибывают офицеры разведки. Головной дозор докладывает. В лесу замечен человек. Стронная первая. Он идет за один прием. Ведите сюда его, ко мне. Рассмотрев неизвестного, капитан понимает. По приметам, это именно тот, кого ждали спецназовцы. Разговор офицеров разведки с человеком из банды Серова проходит под прикрытием спецназа. Из рассказа бандита, назвавшегося Аликом, становится ясно, почему он готов сотрудничать. Оказывается, одна из групп банды Серова не просто напала на его деревья. Во время нападения была изнасилована жена Алика. И Серый сам принимал в этом участие. Преступники не знали, что надругались над женой своего подельника. Теперь Алик хочет одного. Отомстить. Алик подтверждает полученные от брата Серова сведения о том, что банда разбита на четыре группы, которые собираются вместе только перед налетами. Также он сообщает, что захваченные миротворцы находятся в плену у самой большой группы, которая руководит непосредственно Серый. Но где эта группа сейчас, ему неизвестно. Алик рассказал, что по слухам Серый собирается как-то использовать захваченных заложников при нападении на одну из деревень, которую он планировал в ближайшее время. Но на какую именно, он не знал. Перед уходом информатора снабдили спутниковым радиомаяком, вмонтированным в часы. Этот прибор позволял разведчикам постоянно контролировать перемещение объекта. В случае, если рядом окажется Серый, информатор должен был изменить частоту сигналов маячка. Кроме того, офицер разведки показал Алику точки на карте, где он может оставлять экстренные сообщения. Друппе Орлова приказано находиться недалеко от информатора. В огневой контакт с бандитами не вступать. Продолжать поиск базы Серого. Информацию о готовящемся нападении на одну из деревень Колобов передает в штаб миротворческой группировки. Но прикрыть все деревни силами миротворцев невозможно. Остается одно. Предупредить об опасности силы местной самообороны. Через сутки поступает срочное сообщение. Недалеко от блокпоста номер 8 совершено нападение на село Рядное. Нападавшие сожгли несколько домов и вступили в бой с местным отрядом самообороны. После отхода бандитов жители обнаружили на месте перестрелки тела нескольких убитых солдат миротворческих сил. При них было оружие и документы. Среди местного населения поползли слухи, что это именно миротворцы напали на деревню со своего блокпоста. Приехав в Рядное, Колобов видит, что убитые солдаты из числа захваченных бандой серого бойцов продовольственного конвоя. Значит, серый использует пленных, чтобы столкнуть российских миротворцев с местным населением. Для подполковника остается непонятно, почему вроде бы обычный бандит действует, преследуя явно политические цели. Руководство в Москве выслушивает доклад Колобова и соглашается с его предположениями, что, скорее всего, серый лишь пешка в чьей-то более крупной игре. Подполковник с офицерами продумывают различные варианты дальнейших действий, взвешивают все плюсы и минусы операции. В результате принимается решение форсировать захват бандитской группы, местоположение которой указывает радиомаяк информатора. План, безусловно, рискованный. Но, во-первых, есть шанс получить сведения у пленных, а, во-вторых, можно потом организовать побег части бандитов, включая информатора, и выйти за ними на серого. Ведь должны же быть у них условные места встреч для особых случаев. Медлить нельзя. Группа Орлова получает приказ на проведение операции. Разведчики, ориентируясь по сигналу радиомаяка, выходят в район дислокации группы, в составе которой находится информатор. Бандиты расположились небольшим лагерем, выставив что-то похожее на боевое охранение. Дождавшись темноты, десантники проводят захват. Руки за голову! Руки за голову! В результате удается взять всех бандитов живыми. Орлов начинает допрос пленных. Но кроме сведений, ранее уже полученных от информатора, ничего нового узнать не удается. Часа 4 допрашивал я их, но ничего конкретного мне так и не сказали. На самом деле, просто большая часть из них не знали, где находится база, на которой крылся Серый с нашими ребятами. А те, кто знали, молчали, просто боялись Серого. Поэтому нам пришлось действовать по заранее намеченному плану. Это отпустить часть захваченных бандитов, то есть сымитировать побег. Основная проблема была в том, чтобы никто не заподозрил наши хитрости. При переправе через небольшую речку Орлов намеренно разделяет пленных и создает возможность для побега нескольких бандитов. Стой! Стой! Брежь! Среди сбежавших, как и было задумано, информатор и командир группы. Им дают оторваться. Капитан докладывает командованию, что операция продолжается. Коловов приказывает передать оставшихся пленных бойцам ближайшего блокпоста и продолжить преследование беглецов. Доставив пленных на миротворческий пост и пополнив боезапас, десантники продолжают преследование. Радиомаяк информатора все время показывает движение. Значит, задуманное удалось. Теперь спецназовцам остается только отслеживать перемещение беглецов, ориентируясь на сигнал радиомаяка. Неожиданно из штаба приходит сообщение. Понял. Операция будет скорректирована в связи с изменением ситуации. Через несколько дней после задержания брата Серого, Антона, кто-то из журналистов узнал, что он жив и находится в плену. Эта информация появилась в некоторых СМИ. В ответ же Серый захватил семью главы местной администрации и потребовал обменять ее на своего брата. Подполковник Колобов передает группе Орлова новое задание. Продолжать отслеживать радиомаяк. Но в случае обнаружения бандитов в контакт с ними не вступать, пока не будет решен вопрос с новыми заложниками. Капитан приказывает своим бойцам действовать максимально осторожно. Через несколько часов головной дозор группы Орлова замечает в лесу двоих вооруженных мужчин. Голубов решает без шума захватить обоих. Орлов дает знак бойцам идти на перехват неизвестных. Они уже успели уйти на 500-600 метров и теперь разведчикам придется какое-то время преследовать их полису. Разведчики воздушно-десантных войск всегда готовы к любым трудностям и неожиданностям. Иногда после высадки десанта приходится по несколько дней скрываться в лесах, где нельзя даже развести костер, чтобы себя не обнаружить. Но бойцы могут выживать в любых условиях. Разведчики владеют всеми способами маскировки, которые позволяют им стать практически невидимыми, долгое время находиться в засаде и вести наблюдение. Эти и другие навыки позволяют добывать все необходимые разведчикам сведения. Вскоре Орлов получает по рации доклад. Во время захвата один из бандитов оказал сопротивление и его пришлось уничтожить. Но второй жив и способен давать показания. Из рассказа пленного выяснилось, что именно к его группе вышли отпущенные разведчиками бандиты. Главарь группы убил одного из беглецов, решив, что он был информатором миротворцев. Скорее всего наш агент погиб. Оставалось непонятно только то, почему радиомаяк продолжал показывать движение. Может быть кто-то из бандитов просто присвоил часы с начинкой себе. Взяли задержанного. Колобов приказывает Орлову следовать в район сигнала радиомаяка. Капитан просит разрешения опознать тело убитого информатора, чтобы окончательно убедиться в его смерти. Колобов выделяет на это не более трех часов. Орлов приказывает бандиту показать место, где спрятали тело убитого агента. Вскоре десантники выходят к тайнику. при осмотре выясняется это не Алик. Орлов докладывает в штаб, что информатор по-прежнему находится в банке. Продолжать движение с пленным становится затруднительно. Он может в любой момент демаскировать спецназовцев. К тому же с ним группа лишена маневренности. Выбор был невелик. Я просто объяснил ему, что с ним будет, если он вдруг не дай бог соберется бежать. Руки были крепко связаны, а противогаз натянули ему на голову, чтобы он не кричал. Благодарю, он таскал с собой его. Непонятно, конечно, зачем. И повели с собой. Радиомаяк выводит спецназовцев к заброшенной лесопилке. Наблюдение устанавливает, что именно здесь находится большая часть банды Серова. Наблюдаю еще 7 человек. Но ни заложников, ни Серова обнаружить не удается. Орлов связывается с командованием. Колобов приказывает в бой не вступать. Вышел на заброшенную лесопилку, движение неодноруже. Готовится обмен брата Серова на заложника. Необходимо контролировать любые действия бандитов. Наступает время ожидания. разведчики докладывают Орлову. Из развалин бандиты выводят людей со связанными руками. Двух женщин с маленьким мальчиком. Нет сомнений, что это заложники. В этот момент радист передает командиру на связи Колобов. Подполковник передает Орлову, что 15 минут назад служба радиоразведки сообщила, позывной Бурун вышел на связь и приказал заминировать заложников. Если миротворцы нарушат условия обмена, заложников взорвать. Скорее всего бандит перестраховался, но зная его жестокость, он мог перевести в действие адскую машину и после передачи. Мы не могли допустить их минирования, так как после этого у нас будут связаны. Сложившихся обстоятельствах лучший вариант освободить заложников немедленно. Капитан внимательно наблюдает за бандитами. Видно, как несколько человек начинают набивать взрывчаткой автоматные подсумки. Возле женщин и ребенка всего два охранника с автоматами. Они заставляют пленников сесть. Остальные суетятся, сворачивая лагерь. Расстояние от основной группы банды до заложников 70-80 метров. Край леса, по которому десантники могут приблизиться, примерно в 20-30 метрах от заложников. Таким образом, если уничтожить бандитов, которые находятся рядом с заложниками, а остальных отрезать пулеметным огнем, есть гарантия, что люди останутся живы. Спецназовцы пробегут расстояние до заложников за 3-4 секунды. Внезапность не даст остальным бандитам за это время открыть огонь. Подполковник Колобов совместно с офицерами прорабатывает дальнейшие действия группы на тот случай, если Орлов подтвердит возможность освобождения заложников. Если план удастся, десантникам будет необходимо выдвинуться в квадрат 12-56, где находится ближайшая пригодная для посадки вертолета площадка. Орлов докладывает, что ситуация позволяет отбить заложников, сохранив им жизнь. Но действовать необходимо немедленно. Колобов уточняет план операции спецназа и после небольших корректив ставит задачу на дальнейшие действия, которые определены штабом. Орлов приказывает бойцам занять позиции. Дождавшись, когда возле заложников останется минимум бандитов, Орлов командует захват. Группа захвата вперед! Спецназовцы из бесшумного оружия уничтожают охранников. Одновременно ударная группа одним броском достигает заложников, закрывает их собой и начинает отход. в этот момент остальные десантники открывают огонь. бандитов. больше. Кроме того, назад вернулись те, кто уже покинул базу, но не успел далеко отойти. Капитан понимает, что на открытом пространстве долго не продержаться и приказывает всей группе отходить в лес. Десантники пытаются оторваться от преследования. Командир выставляет засаду прикрытия. Бандиты, нарвавшись на огонь десантников, не рискуют продолжать погоню. Группа выдвигается в квадрат 1256, где должен сесть вертолет. Колобов сообщает, что борт будет на месте минимум через час. Прибыв в указанный квадрат, разведчики занимают оборону и ждут. Время тянется медленно. Женщины постепенно выходят из состояния шока. Спецназовцы настороженно слушают лес. Вполне возможно, что бандиты не оставили своего решения отбить заложника. Услышав звук приближающегося вертолета, спецназовцы дымами обозначают место посадки. Из вертолета выгружают боеприпасы, необходимые грудки. Орлов приказывает двум бойцам сопровождать заложников и пленного бандита. Группа Орлов остается для дальнейшего поиска пленных солдат и банды Серова. Через сутки военные дознаватели докладывают Колобову, что по показаниям захваченных бандитов удалось выйти на человека, который, скорее всего, и является информатором Серова на базе миротворцев. Это был местный житель, рекомендированный к штабу одной из сторон конфликта. Он присутствовал на оперативных совещаниях и был в курсе всех наших передвижений и даже некоторых планов. Колобов с офицерами решает использовать предателя в оперативной игре, цель которой заставить Серова собрать свою банду вместе. Тогда информатор разведчиков, изменив частоту радиомаяка, сможет дать сигнал о местонахождении Серова. А поскольку заложников миротворцев главарь бандитов всегда держит при себе, есть шанс выйти и на них. В этот момент дежурный докладывает Колобову, что на проходной находится местная жительница, которая называет пароль для связи с нашим информатором в банде Серова. Атлас. Это сестра Алика с запиской от брата для командования миротворцев. Алик просил сообщить, что ситуация чрезвычайная и ждать условленного времени передачи записки следующей ночью нельзя. В записке сообщалось, что Серому стало известно о наших планах в ближайшие дни вывести с одного из наших блокпостов большую партию конфискованного оружия. Серый с основной частью банды решил пойти на захват колонны, как только получит информацию от своего агента о точном времени выхода колонны. А пленных в это время будет охранять небольшая группа бандитов, в том числе и Алик. Алик передал схему заброшенного дома, в котором содержались наши ребята. А в конце записки предлагал с его помощью что-то предпринять, потому что другого такого случая могло и не представиться. А об уходе банды на операцию мы должны были узнать по изменившемуся сигналу радиомаяка. Полученную информацию обсуждают в штабе. Главный вопрос, доверять или нет Алику. Где гарантия, что он не работает под контролем Серого и спецназовцы не попадут в ловушку? В итоге принимается предложение подполковника Колобова организовать утечку информации о сроках вывоза оружия. После подтверждения группы Орлова ухода бандитов на перехват колонны уточнить детали операции по освобождению заложников. На маршруте прохождения машин с оружием устроить засаду. Операцию по разгрому банды Серого и освобождению пленных начать одновременно. Группа Орлова срочно направляется в район бандитской базы. Вертолет летит на предельно малой высоте. Десантирование проходит в пяти километрах от местонахождения радиомаяка. В это время в штабе организуется утечка информации о том, что вывоз оружия назначен на полдень следующего дня. На рассвете подполковник Колобов получает доклад Орлова. Сигнал радиомаяка изменился. Через полчаса капитан рассчитывает получить от своих разведчиков информацию о ситуации на базе бандитов. Нет, новой информации нет никакой. Посту прием. В 7.00 Орлов сообщает, бандиты в полной экипировке начинают покидать лагерь. Подполковник приказывает выяснить, не ложный ли это маневр. В 8.40 Колобов получает подтверждение. Удалившись от базы на три километра, бандиты явно направляются к дороге, по которой должна пройти колонна с оружием. По данным разведчиков, в лагере действительно осталась небольшая группа. 8-10 человек. В проемах окон замечены 4 бандита, которые контролируют периметр дома. Боевое охранение вне здания 3 человека. Алик, судя по всему, находится внутри дома. Скорее всего, ему поручено охранять пленных миротворцев. Подобраться к зданию незаметно практически невозможно. Орлов просит час на проработку деталей операции. В 10.00 во время очередного сеанса радиосвязи капитан предлагает бесшумно убрать боевое охранение вне здания. Снайперским огнем снять наблюдателей, контролирующих периметр дома. Затем, сымитировать штурм и, ориентируясь по схеме здания, плотным огнем заставить усылевших бандитов занять оборону в единственном подходящем для этого помещении. И тем самым облегчить задачу Алику. В штабе анализируют предложение Орлова. Главный козырь – Алик. Судя по последним событиям, ему однозначно можно доверять. Но сумеет ли он сориентироваться и воспользоваться ситуацией? Взвесив все «за» и «против», подполковник Колобов сообщает Орлову. Его план действий принят. В 11.00 поступает срочный доклад. К находящимся в засаде десантникам приближается банда Серова. Колобов приказывает группе Орлова быть готовой к началу операции. 11.15. Десантники из засады открывают шквальный огонь по колонне бандитов. Одновременно бойцы Орлова нейтрализуют боевое охранение вне здания и снайперским огнем уничтожают троих из четырех бандитов, контролировавших периметр дона. Как и рассчитывал Орлов, плотный огонь загнал остальных в единственное пригодное для обороны помещение. Но вскоре спецназовцы вынуждены прекратить стрельбу. В окнах заложники. В этот момент в развалинах раздаются автоматные очереди. Судя по звуку, стреляют внутри дома. Капитан приказывает своим бойцам броском выдвинуться к стенам здания. Но в этот момент огонь со стороны противника прекращается. Наступает тишина. Через минуту из разрушенного дома выходит человек с поднятым над головой автоматом. Это Алик, информатор спецназа. На вопрос Орлова, что с бандитами, он отвечает, что убил всех, кто был в доме, когда они собрались вместе в одной комнате. Капитан понимает, что план сработал. Это тот счастливый случай, который бывает раз в сто лет. Из развалин выбираются спасенные заложники. Орлов докладывает Колобову, что заложники-миротворцы освобождены. Информация об итогах операции срочно уходит в Москву. Десантники собирают оружие и досматривают убитых. А через час Орлов узнает, что группа засады уничтожила банду вместе с главарем на подступах к месту прохождения колонны с оружием. Информатор возвращает капитану часы с радиомаяком. Для серого часы остановились. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok